Выборы в США. За этой темой следит весь мир. Она без преувеличений касается всех и нас с вами тоже. Итак, по данным крупнейших американских СМИ, победу одержал демократ Джо Байден. Он набрал более 270 голосов выборщиков, которые нужны для победы в президентской гонке. Официальные результаты еще не объявили, однако Байден уже успел обратиться к нации как избранный президент. Его сторонники встретили эту новость ликования. Что сейчас происходит в Америке и как проходило голосование, расскажет мой коллега Дмитрий Ишхузин. Но он сейчас в студии. Дима, а действующий президент Дональд Трамп уже как-то прокомментировал поражение свое? Даша, действующий президент США Дональд Трамп отказался признать поражение. И такое в Америке происходит, если не впервые за всю историю, то как минимум впервые за последние несколько десятков лет. Трамп уже заявил, что готов оспорить результаты голосования сразу в нескольких штатах. Но обо всем по порядку. Большинство экспертов и социологов до начала выборов рассказывали, что Байден должен выиграть с большим отрывом. Демократ поддерживал акцию Black Lives Matter, в отличие от Трампа, считал коронавирус реальной и масштабной угрозой. Его поддерживали в ключевых штатах. Однако, если посмотреть на результаты, то вырвать победу во многих штатах Байдену удалось с большим трудом. Где-то разница доходила до 0,2%. Результаты в некоторых штатах команда Трампа уже назвала незаконными. Так, например, в штате Пенсильвания выступил его личный адвокат. Он рассказал, что Трамп потерял десятки тысяч голосов из-за недопуска наблюдателей на участке. И уже в понедельник они обратятся в суд, чтобы эти голоса вернуть. Мы были лишены права проверить подлинность этих бюллетеней. Это противозаконно, это нарушает Конституцию, и мы будем действовать с целью оспорить результат. Я вас уверяю, это лишь один из многих недостатков этих выборов. Трамп также считает, что он потерял лидерство из-за подсчета голосов, которое в этом году очень сильно растянулось из-за коронавируса. Рекордная доля американцев проголосовала по почте, а такой способ Трамп считает самым неэффективным. Голосование по почте – это большая коррумпированная система, приводит к фальсификации выборов. Наша система стала коррумпированной, и теперь хотят узнать, сколько голосов им не хватает, и с течением времени вдруг эти голоса откуда-то появляются. Например, мы шли впереди в Северной Каролине, нам много, нам много голосов. И мы по-прежнему на много голосов идем впереди, но уже поменьше. Потому что откуда-то они достают новые бюллетени. Удивительно просто, что достают они только те бюллетени, где голосовали за демократа. Что касается тех штатов, где Трамп победил, то тут все как в 2016 году. Больше всего голосов от белого трудового класса, консерваторов, жителей глубинки и окраин, которых достали в Вашингтонские правила. Это Техас, Канзас, Дакота, Миссури и так далее. В крупных современных штатах и городах, в Калифорнии или Нью-Йорке, наоборот, большинство, больше сторонников Байдена. В последнем, кстати, уже отпраздновали его победу. Тысячи людей вышли на улицу, они аплодировали, гуляли и пели песни. То же самое происходит и в штате Вашингтоне. Собрания проходят мирно. Тем не менее, в толпе то и дело появляются плакаты с лозунгами против действующего президента. Сторонники Трампа также проводят демонстрации, но уже в тех штатах, где Байден был либо объявлен победителем, либо лидирует при подсчете голосов. Мы собрались здесь, в Орегоне, чтобы сказать, хватит воровать наши голоса, хватит воровать. Это ужасно, что происходит в нашей стране. Я приехала из Ирака, я сбежала оттуда, и я здесь уже 30 лет. Несмотря на все эти акции протеста и то, что официальных результатов нет, Байден уже обратился к нации и объявил о своей победе. В своей речи он призвал пересмотреть отношения к политическим оппонентам и остановить грубую риторику. Трамп же пока никаких обращений не записывал, но уже заявил, что поражение не признает. Оно и понятно. В 2016 году по оценкам политологов борьба с любимицей Америки Хилари Клинтон далась ему очень тяжело. На фоне опытного политика, экс-первой леди, госсекретаря, в несистемной политике антиглобалист Трамп смотрелся как минимум странно. Однако за 4 года он успел завоевать еще больше доверия у простых американцев. Трамп есть Трамп. Он этим и привлек огромное количество американцев, потому что такого президента еще не было. Это оригинальный, нестандартный, гидрофомоватый. Простых американцев он этим и покорил. Мы же видим, что за него голосуют именно серединка, глубинку. Штаты современные, такие как Калифорния или Нью-Йорк, они не голосуют за Трампа, это не их президент. Я думаю, ничего страшного не случится. Я думаю, Трамп поздравит Байдена. Какое-то время пройдет, он успокоится, и все будет нормально. Однако никакая харизма и бешеная энергия Трампу в итоге не помогли. Эксперты при этом очень сомневаются, что обращение Трампа в суд изменит результаты голосования. В последние 20 лет пересчет бюллетеней на различных выборах в США менял конечный результат не более чем на несколько сотен процентов. У меня на этом все. Даша.